И, собственно, была музей Саши. У него будет замечательный совместный проект. Они первые создали видеооперы в России. Вещи, посвященные Слиговой, замечательные, что я знаю, оформлась Магарита, музей Анны. Да, сюда. Привет. Привет. Концентр, значит, музыка, героиня, героиня, сама рука, что в этом проекте стою. А выступление наставили Павлова. Она, я помню, тоже вещи связаны с музыкой героиня Субовы. А насчет она, видит, оперы «Песполенко», «Советский голос». Для тех, кто наше сказано, как то. Тот же недавно поэтом, как кто был замечательным, что участвовал в «Песполенко»? Это «Параде» Дягилева, где музыка вывела, и с наградой стал прикосов. Друг, как кто-то очевидно помнит меня, это очень хорошо, что у нас в Советской России. Артира «Пусть-Советский голос» играл. Друг, как раз, как кто заморожен. Друг, как кто-то. Ну, композиция, когда вы видите видео, видео говорится, она построена, как раз, по творчеству Доминика Калантоурии. Тоже замечательного, выдающего, художника, Альянса, работала, конечно, с другими людьми, Италии. Мы надеемся, вам показывали, что он в будущем году был игроком. И вот еще, а вы сказали, что родственник нашей Натальи, нашей девицы. Наталья Павла, девица, которая получает в основном награде в последние годы. Ну, а если они в 7.02, в Нарвии, в Телесополе, Нарвии, Хронике, Нарвии и Лев, в Священном Леве, в Токсвейке Нарвии, в Толгород, Нарвии, и в Священном Леве, в Телеве и Леве. И, как следует, я сейчас замечусь, я не знаю, что говорят, что жалово-кукурсов. Да, Игорь Степанович. И работа, которая, он еще выступает в Меркаде. Потом, как он посвящает фотохомолиции, в фотохомолиции в отчество Саши Толгорода. Это, в Москве, в Телеву, в Леве, где встречаются вот эти города, связанные с высокой культурой. Ну, сейчас Ловня представляет. Наташа. Спасибо, Игорь Степанович. Алло, мадам, что вы от меня хотите? Что я могу сделать? Скажите этой даме, чтобы она разъединилась. А, наконец-то. Это ты. Да, теперь очень хорошо. Это была просто пытка слышать твой голос через все эти голоса. Да, да, я слушаю в портфеле. Все письма твои и мои ты можешь послать за ним, когда захочешь. Да, тяжело. Я понимаю, ты такой добрый. Какая комедия? Алло. Я получила то, что заслужила. Я хотела сумасшедшего счастья и сама была сумасшедшей. Не обвиняй себя. Во всем виновата я одна. Вспомни то воскресенье в Версале. И телеграмму. Ты знаешь, я тебя вижу. Ты улыбаешься. У меня глаза вместо ушей. Нет, дорогой, только не смотри на меня. Я избегаю смотреть на себя в зеркало. Я боюсь зажигать свет ванной. Вчера в зеркале я нос к носу столкнулась со старой женщиной. Если бы ты не любил меня, телефон превратился в страшное оружие. Оружие, которое не оставляет следов, которое действует бесшумно. Алло, подмазель, меня прервали. Алло, милый, это ты? Это вы, Жозеф. Нас прервали, когда я говорила с Мосье. Он не дома, он сегодня не вернется. Боже мой, какая я рассеянная. Спокойной ночи, Жозеф. прости меня. У меня все в порядке. Только понимаешь, говоришь, забываешь, что придется замолчать, повесить трубку, снова погрузиться в пустоту, в мрак. Выслушай меня, любимый. Это я сама только что тебе солгала. Только что, сейчас, по телефону. 15 минут, как я тебе лгу. Я приняла 12 таблеток в теплой воде. Я заснула, как убитая. Бедный мальчик, которому я сделала так больно. Стоило мне услышать твой голос, как мне снова стало хорошо. Алло, я слышу какую-то музыку. Прости меня. Я знаю, что эта сцена невыносима, что ты очень терпелив. Но пойми, я страдаю. Этот телефонный провод по средней нить, которая связывает нас. Это смешно, но я взяла телефон в постель. Допустим, что я засну. Все равно мне будет это сниться. И все равно потом я проснусь. И нужно будет вставать, одеваться, есть, мыться, выходить на улицу. А куда мне идти, дорогой мальчик? У меня же не было никаких дел, кроме тебя. Одна, совершенно одна. нет, он не выходит из прихожей. Я хотела его приласкать. Он не позволяет себя трогать. Еще немного он начнет кусаться. Да, он может укусить. Он скалит зубы и ворчит. Он любит тебя, он ждет тебя, а ты не возвращаешься. Он думает, я в этом виновата. Я знаю, что надо, но это чудовище. Не волнуйся, два раза не кончаются убийством. Может быть, только одну, чтобы уснуть. Да, мы говорим, кажется, что мы рядом, что мы прижались друг к другу, и вдруг разъединиться, и между нами снова встанет весь город с его подвалами и канализацией. Дорогой мой, любимый, прекрасный, я буду мужественной. Скорей, скорее, положи трубку. Ну, скорее же, положи, скорее, я люблю тебя. Люблю, 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 люблю. Спасибо. 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 Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok 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 Субтитры подогнал «Симон» 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 Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok 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 Субтитры подогнал «Симон» 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 Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok ДimaTorzok 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 DimaTorzok 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 ДimaTorzok DimaTorzok 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 ДimaTorzok DimaTorzok 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 Субтитры создавал 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 DimaTorzok 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 Спасибо. Вот такую поэму Саши «Смотреть глазами неба». Если вдруг уснул и не проснулся, это тоже вариант свободы. Михаил Багарский. Я стою на краю природы, чьим запах выхода из неё, но этот запах отравы затронут той, что лечится всего навсегда. Я, как Данте, успел зрение и насытить, и напоить, а когда циферблат растеряет стрелки и исчезнет видимый мир, наступает утрата света. Нас тихо бросают деревья, провожая тишайшую тишу. Где словами уже не видят, где не слышимых красок тона, и пространственно густоты метафизика, что в отраву влечёт непорочную сотворение небытия. Такого ещё не исчерпанно, да и вовсе не предсказуемо. Я, как герапион, в пучину погружаюсь и розовым гранитом увлекаюсь, туда меня увлекут тяготы жизни, что сотворило и творит великолепие руин и статуй мира моего, давно и нынешнего, и нынешнего тоже. В нём колокол звонит по всем любимым, среди анфилат нанизанных на нитку, тысячелетней подводной тишины, по ту или на эту сторону груздающих зеркал, где нелинейность времени или его отсутствие ведёт меня в несвоевременный астрал сквозь тишину пустующих пространств, сквозь растекающуюся пустоту на дне глубокого безмолвия морей. От прошлого к будущему, когда отнюдь не бывает, от прошлого к будущему, какого отнюдь не бывает, пустота и отсутствие времени, странный конец, подступает, как вал, грозя жизнь обвалом, целомудрено время, смысл его ускользающей в пустоте раздаётся, пустота же не суть пустота, неизведанно чем-то полна, неизбывно жива и запружена, тайны сущего обезоружена. Я в своём никогда побывала не разу, и надеюсь ещё побывать, ну хоть раз, в этой жизни скопления знаний, дум, средоточия помыслов, опыта, смыслов, я бегу вверх по лестнице, и сбегаю стремительно, вверх и низ, слились танцы запредельно земном, выразительно связь оси мира и радуги, где же точка отсчёта, где она возникает? Но в одном я уверена, никогда, как ступенька, неважно куда. Некоторые, умирая, просили, чтобы листья в их смерти была напечатана на облаках и мертвыми. Смысл безмолвно смотрел со стены, и стена становилась небесным проёмом, сжигались в нём звёзды, мелькометы, всё мигало, мерцало, носилось, стремилось стрелой, всё кружилось, сплетаясь в тончайшую ткань, это смысла рождается величайшая плоть. И тогда нам невиданно видеть даётся, как глядится земля высочайшего неба глаза. и 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 подстрижены коротко-коротко, и дышит он громко, будто бормочет ща-ща-ща на санскрите, в воздухе лягкие щели любви. Ищет. О будущем, о встрече. Пылают ваши огни, о души ушедших, вы нас вспоминайте, не забывайте о встрече. АПЛОДИСМЕНТЫ Александр Залкина. Я хочу сказать, что это один из самых красивых людей, которых я во всех отношениях, которых я встретила в своей жизни. Один из самых благородных. Смерть тянет руки сквозь соки жизни, познавшей радость вечностью горит. Метущийся пожаришь дух между любовью к жизни и красотою увядания, меж смерти безошибочных секир, слезой с горящей памяти, кровавым опиумом плачет и заболезную ушедших души. Детей, живущих поминая, в сердцах пульсирующим пыль, поют летание стеная. Дождь серебра цветов сирени, поет загадочным елеем. Весна пахнет времен плодами, осенний пепел возвестит отцветия, вздохнет морозом летний ветер, оплавится зима фонсфористирующими снегами, ведь парадигма вечности, светящим в искуплении божественных ладоней запах. Субитан, Каланда, Морэнда, Панель. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Продолжение следует... 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 Субтитры создавал DimaTorzok 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 Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok И декламировала текст своей души в такт поезду, Что как челнок сновал вдоль домиков рыбачьих, Вдоль спящих на песке челнок. И вся Марина в оранжевом венце смотрелась в море, Где отражение двойник или замысел художника Дворянство Батину приобретало. И бытия сверхчувственной реальности, В ней пребывание луны, В ней расширение души И тексты золотого апельсина. Звучит музыка Звучит музыка Звучит музыка Звучит музыка Субтитры создавал DimaTorzok Добро пожаловать в Казахстан! 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 Субтитры создавал DimaTorzok Это мой реальный, который был уничтожен, реальный, примазан, соль. Рецепт Владимир. И многие леты длинные цель плывет о дна. И многие леты длинные цель плывет о дна, о дна, о дна, о дна, о дна. Субтитры создавал DimaTorzok СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА 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 Аплодисменты. 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 Аплодисменты.